Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня произошел конфликт с мужчиной. Осознаюсь, что по моей вине и проблема одна и та же. Страх его потерять, ревность к прошлым отношениям, неуверенность в наших отношениях. У нас все хорошо, но стоит пойти чему-то не по алгоритму, который выстроен у меня в голове, не сразу позвонил, устал, не захотел секса, не ответил, поцеловал, не так и не туда и так далее. У меня сразу тревога и страх. Сейчас пытаюсь работать над собой, работать со страхом и тревогой, но меня мучает вопрос, он уже не звонит третий день, стоит ли ожидать, либо звонит самой. Нет, это не гордость, но я знаю, что если он еще не отошел, так, будет еще хуже, я только буду ощущать холодность, при этом я боюсь, не упущу ли я, чего не потеряю ли. У нас раньше случилось такое, но он звонил раньше. Спасибо всем за ответ. Смотрите, давайте по порядку. Вы пишите, у меня произошел конфликт с мужчиной. Здесь вы пишите очень грамотно и хорошо, потому что конфликт действительно произошел у вас, с мужчиной. Это правда. То, что вы называете конфликт, как бы по вашей вине, что-то вы говорите, что вот это моя вина. Здесь, конечно, вот как раз есть нюанс, потому что конфликт произошел не только по вашей вине. Это важно понимать, что конфликт произошел в том числе и по ответственности вашего партнера. Вот. Что если бы, условно говоря, не, ну если бы не партнер ваш, да, вот, то конфликта бы не было. Но это вот тоже очень важно видеть. То есть важно не брать на себя, так скажем, всю ответственность. Вот. За, ну, ситуацию, да, важно не брать на себя всю ответственность за то, что происходит. Вот. И понимать, что, в общем-то, что человек, с которым вы общаетесь, понимать, что человек, с которым вы взаимодействуете, он, в общем и целом, точно так же вносит свой вклад в отношения. Вот. Поэтому то, что вы себя виноватите, не есть хорошо. То, что вы себя виноватите, скорее всего, является следствием того момента, того элемента, что вас скачает из стороны в сторону. То есть вы с одной стороны, значит, за себя виноватите и сдерживаете. Происходит что-то вроде, ну, сужение, да, что-то вроде вот подавления себя. С другой стороны, вы, наоборот, раскрываетесь, разжимаетесь в определенный момент и что-то высказываете. То есть у вашей ревности, в том числе, да, есть здравое зерно. Именно здравое зерно есть. Да, может быть, степень вашей ревности сейчас является чрезмерной. Да, может быть, чрезмерным является страх, там, потерять человека и так далее. Да, вот, но в основе всё равно здравое зерно есть. Это очень важно понимать. Поэтому конфликт, который у вас, грубо говоря, возникает, да, конфликт, который у вас вот имеется, это конфликт, в котором принимает участие два человека, не один, не только вы. Потому что, да, у вас есть выбор в этом конфликте, грубо говоря, принимать участие, да, то есть его как-то, ну, начинать. Но у человека есть точно так же выбор в этом конфликте участвовать. Он может в нем не участвовать. Но он выбирает в нем участвовать. Это уже его выбор и его ответственность. Равно как его выбором и его же ответственностью является то, что он вам сейчас не звонит. От обиды или еще из какого-то чувства, неважно. Это уже его выбор. Это уже его решение. И вам с этим решением необходимо считаться. Что имеется в виду, когда я говорю, что вам с этим решением необходимо считаться? Принимать его и не брать на себя ответственности больше, чем она на самом деле есть. Поэтому я не думаю, что справедливо говорить о том, что вы, ну, как бы по вашей вине. Вообще, на мой взгляд, несправедливо говорить о том, что, как бы, ну, что что-то происходит по вашей именно вине. То есть я бы не говорил о вине. Я бы говорил об ответственности. А о вине нет. Потому что вина, это когда мы себя именно обвиняем. То есть мы говорим, я виноват, виновата. А ответственность, это когда мы говорим, что я поступила так, потому что. Я поступила так, чтобы. Я поступила так для чего-то. Вот. Понимаете, да, разница? Вот. Далее. Ну, необходимо понимать, что конфликт, который у вас, вот, ну, грубо говоря, имел место быть, например, это история, ну, как вам сказать, это история закономерна. Для людей, которые, например, испытывают ревность, страх потери, да, конфликт, это нормально, потому что, потому что человек, как бы, пытается себя защитить от потенциального расставания, от потенциальных разрывов. Вот. И вполне, 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 вполне может идти, собственно, на конфликт, вполне может идти на, на, там, грубо говоря, какое-то обострение ситуации. Вот. Чтобы, как бы, предвосхитить, предвосхитить, например, то, что его бросят, предвосхитить то, что, там, грубо говоря, не знаю, с ними расстанутся и т.д. и т.п. Вот. Это нормально. Абсолютно. Но, то есть у конфликта есть выгода, например, ваша выгода подтвердить такую, может быть, какую-то глубинную установку свою, что отношения вы недостойны, что с вами что-то не так, вот. Так вот, то, что у конфликта есть выгода, да, и то, что конфликт нормальный, нормален, не означает, что, ну, что вы обязаны так жить. Вот. Ну, как бы, не обязаны. Не обязаны. Можно это изменить. При желании, конечно. Вот. Можно. Можно. Просто здесь нужно увидеть выгоду для вас конфликта. Вот. Именно выгода. Какую выгоду вы получаете от конфликта. Для того, чтобы как-то лучше увидеть, какую выгоду вы можете получать от конфликта, я бы рекомендовал вам поисследовать, например, психологическую игру скандала. Ну, она есть в интернете. Вы можете её изучить самостоятельно. Вот. И вам станет это несколько понятно. Выгоды бывают разными. Вот. Ну, мотивация какая-то, да, может быть разной. Поэтому вам важно увидеть свою мотивацию, какая мотивация, какая мотивация к конфликту именно у вас, именно для вас. И этот вопрос потихонечку решит. Вот. С этим, я надеюсь, понятно. Идём дальше. Страх его потерять, ревность к прошлым отношениям и неуверенность в наших отношениях. Что будет, если вы его потеряете? Из чего протекает ревность к прошлым отношениям и из чего протекает неуверенность в ваших отношениях? Здесь про что? Здесь про то, что, во-первых, я не цена. Ну, вот сама по себе, да. Я не ценна. Я не ценна сама по себе. Это первое, что важно. Второе, это то, что я к себе отношусь как к, ну, знаете, такой вот ценности материальной. То есть я борюсь с, значит, ну, я борюсь с другими, например, женщинами, да, я борюсь с другими, например, какими-то людьми, вот, за то, чтобы мужчина там, грубо говоря, был со мной. Вот. Подобная гендерная стратегия возникает тогда, когда отношения выстраиваются, минуя личностный аспект. То есть когда личность в отношениях мы особо не видим, не придаем ей особого значения. Вот. То есть когда мы не выстраиваем отношения вот такого типа. Понимаете, да? Это серьезная проблема вообще-то. Потому что отсутствие личностной компоненты в отношениях приводит к тому, что отношения достаточно, ну, такие, знаете, поверхностные, можно сказать, ограниченные в чем-то, где-то в чем-то, как-то. Вот. И, в общем-то, не позволяют, ну, человеку раскрыться. Вот. Не позволяют человеку раскрываться с вами. Вот. Потому что взаимодействие происходит только на гендерном уровне. На гендерном уровне вам может быть хорошо. На гендерном уровне вам может быть здорово вместо. Но этого мало. Для, ну, какой-то долгосрочной истории, да, для долгосрочной перспективы этого недостаточно. Понимаете, да? Для серьезных, ну, для таких вот отношений долгосрочных, чтобы, ну, перспективных, необходим личностный аспект. То есть, по сути, отхождение от гендерной стратегии, гендерной модели поведения и восприятия себя и партнера. Вот. И обращение к более личностной истории. Вот. Когда все-таки личность партнера, например, куда более важнее, чем, допустим, его гендер. Понимаете, да? Дальше. Так. У нас все хорошо, но стоит чему-то не пойти по алгоритму, который выстроен у меня в голове, у меня сразу тревога и страх. Это про контроль. Контроль – это про защиту. Вот. Защиту от столкновения с негативной оценкой себя. То есть, вы в себе что-то не принимаете здесь. Значит так. Сейчас пытаюсь работать над собой, работать со страхом и тревогой. Как? Как вы это делаете конкретно? Ну, меня мучает вопрос. Он уже не звонит. В третий день стоит ли ждать или позвониться самой? Вот. Ну, собственно, что вы здесь делаете? Здесь вы делаете, по сути, то же самое. То есть, вы говорите, я вот над собой работаю, вот я работаю со своей тревогой, да? Говорите вы. Но при этом меня мучает вопрос, как бы я позвонил ему. Ну, по большому счету, вас этот вопрос мучает именно потому, что у вас тревога. Вот. Я, конечно, не знаю, как вы работаете над своей тревогой. Вот. Потому что вообще-то вам нужна психотерапия, да? Я не знаю, как вы работаете. Но вопрос вас мучает этот. Именно по этой причине. Именно по причине того, что, как бы, вы тревожите. Боитесь, что упустите вот это всё. Понимаете, да? Поэтому, работать, на мой взгляд, нужно вам с этим. Вот с этим аспектом. Вот. На данный момент, по крайней мере. Далее. Стоит ли снять или позвонить домой? Я думаю, решите сами. Нет, это не гордость, но я знаю, что он ещё не отошёл, будет хуже. Я только буду ощущать холодность. Это про отвержение. Холодность, это про отвержение. То есть, у вас есть трудности с отвержением. Вы боитесь, что вас отвернут. Потому что меня боюсь, не упустили, чего не потеряли. А что будет, если вы упустите и потеряете? У нас раньше случалось такое, но он звонил раньше. Вот. Ну, всё меняется. В этом смысле. Опять же, если конфликт не первый, то реакция человеком на него может быть, ну, разной. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Всё.